Это идёт от якобинцев. Нас здесь держат на голодном пайке. Однако, мадам фон Френтия меняется. Мы заметили. Вы прислушиваетесь только к Парижу. Может быть, вы хотите сказать... Я хочу сказать, что провинция остаётся провинцией. Ты говоришь ерунду. Всё как раз наоборот. У нас полнейшая децентрализация. На словах, а на деле... На это требуется время. Ничего не поделаешь, она упряма. Я лично люблю оперу. Её всё время по телевизору показывают. Это совсем не то. Для меня опера — это настоящий, живой спектакль. Не всем же быть любителями оперы. Хотя, я знаю, сегодня это стало модно. Опера. Не для меня, Рауль. Ты же знаешь. Я всегда любила служить великих певцов. Моя сестра принимает себя за Жанну Дуэрк. Ты скажешь. Во всяком случае, нам не хватает ассигнований на культуру. Я презирала прежнее большинство и голосовала против них. Но в отношении театра и культуры они, должна признаться, были щедры. Полно, мадам Фанфрен. Нельзя бесконечно осыпать деньгами людей, которые просят у вас подачки и вас же называют фашистом. Для меня эти понятия левых и правых абсолютно устарели. Я знаю, что вызвал улыбку решили, но лично я всегда был социалистом и приверженцем либеральной экономики. Есть чувства и есть объективные течения. И слава Богу. Во всяком случае, сегодня мы наблюдаем конец идеологии систем. И это важно. Но ведь правда, что... Вопрос, а достаточно ли мы политически зрелые? Мы должны прийти к национальному консенсусу. Не будем делить Францию на два лагеря. Как ни печально, Режим, но без консенсуса не будет ни Лимузена, ни Окситании, ни Франции, ни Европы. Это ясно. Извините, мадам майор, я вас прервал. Вы что-то хотели сказать? Да, но я уже не помню.